В ожидании презентации книги Геннадий Матюхин «Сростки судьбы» в фойе Дворца детского и юношеского творчества собрались друзья, коллеги, почитатели таланта, писателя и его семья. Вдова Нина Анатольевна до сих пор не может поверить, что книга про ее супруга вышла в свет. Издатель обратился к ней через год после смерти актера. Я такая пишала, конечно, сразу. Неожиданно получилось предложение. Но, видно, я так заволновалась, что он мне говорит, да вы не волнуйтесь. Спонсор есть, писатель есть. Уместить все, что он натворил, как творческий человек, трудно очень. Но, в общем-то, да, не все как бы вошло, но это было трудно сделать. А так все, все в основном этапы пути освещены. На мой взгляд, да, очень удачно получилось. Автор книги Владимир Плотников признается, когда он сел писать историю судьбы самарского народного артиста Геннадия Матюхина, на то оказалось, что полноценного архива про жизнь и творчество актера нет. Приходилось собирать образ выдающегося человека по крупицам. Хотя они были друзьями и вместе сняли несколько художественно-документальных фильмов. Он вообще был очень активный человек, который откликался на любую струнку творческую. То есть это был человек-камертон, абсолютно в разных ипостасях он мог... Вот в книге-то я и постарался отразить Матюхина, который был известен каждому по-своему. Актер и режиссер Геннадий Матюхин в свое время возглавлял три драматических театра в губернии. Самарский, Тольяттинский и Сызранский. При этом он продолжал оставаться настоящим человеком, рассказывают его друзья и коллеги. Он был добрый, ищущий, любящий свою семью, любящий свое дело. И друг замечательный он был. Он мог позвонить, говорю, Михаил Александрович, ну как, конечно, встретимся, поговорим, обдумаем, сделаем. Многие горожане знают Геннадия Матюхина по его знаменитому голосу. Именно он звучал во время всех памятных мероприятий у горельефа «Матери Родине» на площади Славы. Он неоднократно вел парады на площади Куйбышева. В этой роли его называли «Куйбышевский левитан». Геннадий Матюхин окончил Куйбышевский институт культуры, потом начал там преподавать. Его ученик Александр Бригаднов говорит, что маэстро был для всех не просто учителем, а скорее другом. Делился самым ценным в жизни. Он меня научил добиваться своих целей, четко их ставить, вижу цель, не знаю препятствий и иду до конца. Он и сам так шел, на таран всегда. Много у нас с ним было историй, характер был такой непростой. Он ничего не боялся в жизни. И это очень важное умение. В жизни самарского актера с большой буквы было еще две любви. Долгие годы он возглавлял Самарский литературный центр Василия Шукшина и активно продвигал творчество знаменитого дагестанского поэта Расула Гамзатова. Друзья и поклонники в долгу не остались. Помогли выпустить книгу про Геннадия Матюхина. На этот вопрос можно ответить словами самого Расула Гамзатова. У него есть такие слова. «Без дружбы погиб бы мой малый народ, Великий лишь тем, что любовью живет. Нам верная дружба и песни о ней ценнее, чем воздух и хлеба нужнее». Из 75 лет своей жизни Геннадий Матюхин более полувека отдал творческой деятельности. Последние годы занимался с молодежью во дворце детского и юношеского творчества. Оригинальная презентация книги о нем прошла с их участием. Михаил Ермоленко, Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Субтитры создавал DimaTorzok